Не пронять словами Казаларда. Город на ладошке. На берегах длинной, извилистой, широкой, мутно-серой реки Сардарьи. Наверное, я думаю больше на казахском, потому что практически всю свою жизнь я общаюсь именно с казахским населением. Места не самые комфортные для жизни. Ветра, пески, жара, морозы, привычно испытывающие местных людей, делают их особенными, крепкими и немногострибными. Конечно же, меня тянет в село. Во-первых, там я родился и вырос. Во-вторых, у нас немало идей и проектов сельской местности. Сейчас мы их реализуем, и поэтому я много времени провожу в селе. Ак-мечеть, форт Перовский, Казаларда. Первая бывшая столица Казахстана. Место ссылки. Родина Кубыза. Родина необычных людей и обыкновенных героев. Директором я стал, я говорю, чисто случайно. Здесь было ЧП, и меня сюда перебросили сразу, и я стал директором. Я считал, что год поработаю, меня освободят. Два поработаю, освободят. Три тоже не освободили. И так 24 года был директором. Марку Захаровичу Подольскому в этом году исполняется 85 лет. Только три года назад он перестал работать в школе. Жили мы очень плохо. Но не за чертой, но на черте. После окончания 10-го класса куда-нибудь выезжать у нас не было средств. А у нас в городе был только единственный пединститут. И я туда поступил. К Казаларду юный Марк Подольский с семьей переехал в 45-м году. Приехали с холодного и голодного Урала. Послевоенная, бедная, но южно-гостеприимная Казаларда показалась мальчишке раем.